здравствуйте дорогие друзья сегодняшнее видео будет посвящено моему другу сергею в благодарность за его поддержку и помощь я расскажу сегодня видение которое связано с состоянием непосредственно самого сергея невзирая на то что ролик он как бы является благодарностью но в то же самое время в ролике будут не совсем благостные элементы рассмотрены но в то же самое время мы их рассмотрим таким образом чтобы человек смог сделать вывод правильный вывод о своем состоянии и далее исходя уже из этих выводов он принял мудрое решение внутреннее пространство внутренний мир внутренней энергии человека всегда интерпретируется нашим тонким умом в состоянии духовного зрения и в состоянии духовного зрения мы будем видеть именно определенное видение которое будет характеризовать состояние внутреннее состояние самого человека состояние медитации настроившись на своего товарища я увидел очень большое пространство и это пространство оно было чем-то похоже на некий мир фэнтези пространство хочу сразу сказать было очень большим очень объемным но в то же самое время это пространство отличалась еще и тонкостью элементов да то есть было видно что элементы и то пространство которое я видел она состояла из полупрозрачной энергии да то есть причем эта энергия была радужных оттенков это говорит о том что человек вел духовную практику но в какой-то момент видимо остановился и радужные элементы они также указывают о относительной чистоте внутреннего пространства самого человека то есть он ввел духовную практику какой-то момент остановился в одной из жизней на этом вся его практика замерла и видел я прямо перед собой дорогу которая виляла между горными хребтами но эти горные хребты были покрыты толстым слоем снега и льда но лед в то же самое время обладал с определенной светимостью как я уже сказал до этого радужных элементов да то есть радужных светов где-то я видел невысокие скалы где-то видел вершины гор полностью покрытые вот этим вот радужным льдом или радужным снегом где-то были пейзажи которые наверное можно найти только в каких-то фантастических картинах или же фантастических фильмах пейзаж был очень красивый очень неоднозначный очень яркий насыщенный доминировали элементы связанные с духовной практикой да то есть радужные света но весь этот мир а кстати еще хочу подчеркнуть особо прямо передо мной была дорога да то есть эта дорога символизировала мой путь с моим другом то есть в любом случае в силу интереса моего товарища он естественно будет продолжать поддерживать ту деятельность которую я делаю веду путь со своим товарищем который предстоял и это не просто наш общий путь это в первую очередь его жизнь его развитие его судьба понимаете учитывая то что мы все как бы развиваемся в соответствии с нашими судьбами то часто наши судьбы судьбы переплетаются и вот это вот дорога который явил который извивалась между горными хребтами между долинами покрытыми дом честно говоря какой-то такой вот арктический пейзаж был признаю честно было очень красиво очень красиво даже завораживающе но в то же самое время меня меня всегда самого детства всегда отталкивает лед состояние замерзшей воды или же снег и вот этот вот замерзший пейзаж который символизировал состояние моего друга это состояние указывало на его внутреннее развитие на его внутреннее качество которые в нем в нынешнем его состоянии находится в замерзшем состоянии то есть что такое энергия энергия в состоянии сновидений или же видений проявляется как обильное количество воды это может быть океан море река ручей какие-то искусственные источники воды но в случае искусственных источников воды это неблагоприятные символы то есть душ ванная туалетная комната это все символы которые в астральном мире несут неблагоприятное значение но благоприятное значение несут такие символы как море и океан но уже исходя из символики самого океана или же море можно судить о дальнейшем развитии нашей судьбы относительно более менее среднее значение несут реки и озера то есть природные озера но все остальное искусственное она чаще всего несет элементы связанные с человеческой жизнью а наша человеческая жизнь к сожалению в нынешнее время очень часто основана на лжи лицемерии и собственно неправильной жизни во вселенной это минус но когда мы видим состояние виденье замерзшие льды снега а еще при этом из замерзшие бескрайние просторы да то есть можно сделать вывод что если не предпринять никаких шагов в своей жизни имеется ввиду конечно в плане духовного развития потому что ничто другое не поможет и не позволит исправить наше внутреннее состояние то наша жизнь она такой и останется на протяжении десятков сотен и тысяч воплощений то есть то что я видел дорогу которая предстояла моему товарищу эта дорога в первую очередь характеризует его несколько инертное состояние мы как бы не будем обсуждать внутренние качества самого человека и не будем делать выводы относительно возможностей относительно того что позволяет судьба что не позволяет и так далее я могу сказать однозначно что если человек живет если человек стремится к развитию найдет шанс для своего совершенствования при любых обстоятельствах в моем случае я к примеру стараюсь медитировать даже по ночам в ущерб отдыху и сну то есть когда есть необходимость можно пожертвовать три пять шесть часов своего собственного сна отдохнуть там течение часу двух вот но при этом помедитировать позаниматься продолжить работу над собой и таким образом отрывая время от своего собственного отдыха в то же самое время можно прогрессировать далее ум наш изловчиться настолько и обстоятельства жизни изловчатся настолько что мы сможем вести духовную практику эти элементы они описаны на самом деле в традиции индуизма в частности шри кришна к примеру бхагавадгите он говорит что первое время когда человек или же йог вступает на путь духовного развития он встретиться с очень большим количеством препятствий но эти препятствия будут связаны с кармой самого человека и вот в этом нужно быть лояльным и гибким к тому чтобы побороть эту карму не ее не нужно брать как-то говорится нахрапом да с ней не нужно бороться силой на нее не надо набрасываться нужно быть мудрым и научиться лавировать между обстоятельствами жизни то есть не всегда нужно бороться можно к примеру забор или стену просто обойти не надо ее пробивать лбом да это неплохой метод но он не всегда эффективен то есть можно просто обойти надо оглянуться вокруг посмотреть где есть возможность для практики выбрать это время и потихонечку даже начав с получаса заниматься и прогрессировать работать над собой возможность есть всегда и то что в будущем я не видел каких-либо изменений и я не видел никаких символов способствовавших даже влиянию извне и прогрессу извне этот элемент конечно очень сильно удивил то есть сам по себе человек является кузнецом своего счастья то есть пока сам человек не начинает работать никто скорее всего дорогие друзья никто не сможет нам помочь не семья не супруга не государство даже духовные существа а учитывая то что у него радужные света доминируют это указывает на то что он уже реализовал какой-то уровень просветления но он воздерживается и тормозит умышленно свое собственное развитие я объясню почему так происходит во первых то что элемент воды замерзший вода замерзшая да то есть лед снег это указывает на наличие энергии нижних миров частности адских миров и скорее всего в этой жизни проявились какие-то кармы связанные с нижними мирами это является большим минусом потому что мороз холод это качество которые преобладают именно в нижних адских мирах есть даже мир ада которые связаны с холодом где люди страдают из-за того что их тело постоянно обмораживается испытывают чудовищные боли из-за того что волдыри которые вспухают на поверхности кожи они лопаются из них вытекает жидкость это всегда сопровождается болью но я думаю мы знаем симптомы обморожения и вот вот эти вот симптомы переживают люди которые накапливали или накапливают карму связанную с нижними мирами частности с мирами ада известным как ады холода и в случае моего товарища скорее всего в этой жизни у него проявились какие-то кармы связывающие его с этими мирами относительно того как отработать эти кармы да все очень просто в традиции индуизма существует практика известная как хатха йога хатха йога она и направлена на то чтобы сделать тело выносливым сильным и в то же самое время хатха йога очищает каналы и кармы от энергии связывающих нас с нижними мирами энергии связывающие нас с нижними мирами находятся в стопах или же в области ног до коленей да дорогие друзья именно там находится информация связанные с адскими мирами выполняя практики йоги выполняя упражнения связанные с хатха йогой мы таким образом можем очистить кармы находящиеся в стопах но в то же самое время дорогие друзья нам нужно принять волевое решение начать работать над собой сразу хочу сказать знаете я вот как-то еще когда начал записывать ролики первые же тогда обозначил позицию что пытаться давить на кого-то оказывать какое-то воздействие в моем случае нет никакого интереса поделюсь знаниями расскажу даже то что вам вряд ли сможет рассказать какой-либо гуру даже традиции индуизма в индии как бы в силу своих возможностей силу своей духовной практики у меня есть такие качества как я могу заглядывать очень далеко и рассказывать даже те вещи о которых не расскажет вам никто на земле но в то же самое время в своем случае оказывать давление и воздействие на человека я не хочу и не буду поэтому бесспорно я поделюсь знаниями но принять решение работать над собой совершенствовать себя придется нам самим и вопрос даже не в моем товарищи дорогие друзья вопрос в любом другом человеке который живет на земле мы все понимаем что когда оглядываясь вокруг осознаем да что неужели мы ради этого родились на земле неужели мы родились ради того чтобы обманывать друг друга чтобы всю жизнь проработать на работе и при этом не уделять совершенно себе никакого внимания да то есть не уделять внимание своему собственному развитию неужели мы родились чтобы стать одной единственной маленькой ячейкой этого общества и чтобы о нас спустя несколько лет после нашей смерти просто все забыли таких душ которые рождались на земле миллиарды земля в буквальном смысле перепахана нашими могилами но помнят только лишь тех людей в ком было или же будет духовная сила вот они будут помнить вечно даже будут помнить не о них а будут помнить о их духовной силе вот в чем преимущество всегда перед нами стоит выбор мы будем как все либо мы будем развиваться но будучи при этом полноценными ячейками этого общества не только нужно думать о себе и развиваться для самих себя мы должны понимать что мы должны еще и обществу помогать служить обществу это тоже приоритеты наверное стоит в доказательство привести жизнь очень известного писателя поэта александра пушкина помните его стихотворение унылая пора очей очарование стихотворение о осени знаете когда я в школе был мальчиком меня всегда поражала поражала вот это вот состояние поэта который восхищался осенью ведь осень по большому счету это период смерти и в духовном мире этот период он не занимает как бы никакого лидирующего положения в жизни человека потому что что несет этот период что несет время года известная как осень ничего несет смерть смерть для всего все вокруг засыпает дальше приходит зима зима которая несет страдания для самого человека и мне было странно слышать это стихотворение которое мы все в школе учили да и было удивительно с моей стороны его внимание к осени мне было тогда непонятно но когда я подрос когда я стал мужчиной уже тогда благодаря практикам йоги было понятно почему так происходило почему он любил осень почему она ему так нравилась и почему он умер столь можно сказать юном возрасте да то есть в расцвете своих сил подсознательно он изначально понимал что долго не проживет и подсознательно он тянулся к тем элементам которые должны были проявиться в ее жизни а осень это символ смерти зима символ смерти да и он тянулся к смерти потому что подсознательно он осознавал что жизнь его коротка именно поэтому он написал это стихотворение это скорее не восхищение ось а описание своего внутреннего состояния то есть он ждал своей собственной смерти и состояние александра пушкина она приблизительно такое же как который я описываю видение относительно своего друга приблизительно их состояние идентичное но у моего товарища жизнь будет долгой понимаете то есть там не было символа того что он умрет но в то же самое время символ замороженной воды это символ энертной энергии в теле человека такие люди бывают очень болезненные если мы в состоянии сновидений видим много элементов связанных с снегом и льдом ледниками замерзшими реками замерзшими озерами что-то что связано с водой и находится в замерзшем состоянии это указывает на то что наша внутренняя энергия находится в состоянии инертного состояния да то есть замерзшим состоянии и мы пользоваться своей собственной энергией не можем она замороженная она у нас есть и никто не забрал ее у нас как случае моего товарища очень много и я могу сказать что этот человек сам по себе величайший мистик но вся его мистика она замороженная замороженными вещами замороженной энергией замороженной природой пользоваться невозможно но как можно к примеру искупаться в леднике да ледник это же состояние изначально замерзшей воды мы ничего не можем с ним сделать мы можем расшибиться только поэтому ледник нужно растопить и только потом мы сможем искупаться нагрев предварительно этот ледник до хорошей температуры то есть моему товарищу невзирая на такое большое количество благих знаковых символов придется над собой работать и придется растопить все эти ледники потому что этот свет эти благие символы они не высвободятся прежде чем мы не исправим свое внутреннее состояние внутреннее здоровье существует на самом деле еще масса скверных символов которые могут быть параллельными да то есть не обязательно к примеру этот символ существует масса других символов которые также указывают на скорее неблагоприятное развитие судьбы к примеру очень плохим символом является смерть в сновидении да когда мы переживаем состояние смерти но в состоянии смерти мы как бы переживаем это состояние очень необычно да то есть мы какой-то момент видим что нас убили и в то же самое время мы живы но при этом мы осознаем что нас убили и тело мертво но для примера это рассказываю это один из самых неблагоприятных символов то есть это указывает на то что судьба человека дальше может развиваться в неблагоприятном русле судьба находится в состоянии обрушения это еще не говорит о том что человек может умереть ни в коем случае но что-то может пойти не так это один элемент также неблагоприятным символом является заходящее солнце да то есть когда мы видим как солнце заходит за горизонт и прячется за горизонтом или солнце прячется за тучами это также указывает на угасание нашей судьбы наших элементов связанных с нашей жизнью очень неблагоприятными символами является к примеру кровавая луна или две кровавые луны или луна которая также заходит за горизонт или же символы которые являются неблагоприятными на луне либо к примеру луна находится в своем старом состоянии так называемая старая луна то есть эти символы также указывают на угасание нашей энергии а отсюда на ущербные состояния нашей судьбы также неблагоприятными качествами является пребывание в состоянии сновидения . в обнаженном состоянии. Это указывает на то, что мы не совершаем благих поступков, хороших поступков, и мы очень много тратим своих жизненных сил на бесполезные вещи. Плохим символом является то, что, к примеру, у нас крадут документы, деньги, сумочки, крадут автомобили наши, в которых мы должны куда-то поехать, чемоданы с вещами и так далее. Это указывает на препятствия в нашей жизни. Также, если мы куда-то не успеваем, скорее всего, в нашей жизни возникнут обстоятельства, из-за которых мы что-то в своей жизни не сделаем. Таких символов очень много. Надо наблюдать за своим внутренним пространством, за своей судьбой, и, наблюдая за нами, мы можем получить подсказки из нашего внутреннего духовного мира о своем собственном состоянии. Таким образом, сделав вывод, довольно легко на самом деле исправить. Исправить можно с помощью духовной практики что угодно. Любые трудности, любые проблемы, любые отклонения в нашем развитии, имеется ввиду судьбы, можно изменить в лучшую сторону. Надо лишь работать над собой, надо лишь трудиться и не останавливаться. И вообще, дорогие друзья, я бы вам посоветовал никогда ни на кого не рассчитывать. Рассчитывайте только на самих себя. То есть, постарайтесь понять, что друзья хорошо, близкие хорошо и так далее, но кроме нас самих мы сами себя не вытащим. Как можно помочь, к примеру, моему другу, учитывая то, что у него радужные света уже доминируют? То есть, ну представьте себе, душа уже частично достигла какого-то просветления в прошлой жизни, и мы здесь, земные существа, будем ему помогать. Как? Да, конечно, никак не поможем, потому что он уже на голову выше нас. Вот это вот и есть основная проблема. То есть, пока он сам не возьмется за себя, никто не сможет ему помочь. Но это такой элемент, знаете, я бы все-таки хотел, чтобы мое видео было ободряющим элементом, потому что элемент замерзшей воды – это проблема, которая будет проявляться на всех элементах нашей жизни. Мы будем видеть, что наша судьба не развивается, да, то есть она будет находиться в замороженном состоянии. Мы будем видеть, что наше здоровье не прогрессирует, потому что здоровье будет находиться в замороженном состоянии. Мы будем видеть, что наши планы в жизни также находятся в замороженном состоянии. Ну, к примеру, мы купили квартиру 20 лет назад, а её до сих пор нам не могут выдать, потому что частично она ещё недостроена, газ не провели, электричество не провели и так далее. Вот это всё символы, которые указывают на состояние заморозки. Делайте, дорогие друзья, выводы, и давайте будем кузнецами своё собственное счастье. До новых встреч!